Приди с твоей командой, и так получаешь, что ты у нас первая ласточка. Вот. Так, наверное, первый вопрос будет, это все-таки оформление документов. Какие нужны документы? Ну, немножко расскажи, как ты их вообще оформляла, свою предысторию. Да, ты права. Я разведчик, как муравьи такие. Вот идут, сначала пускают разведчика. Вот я такой разведчик. Потому что, если ты помнишь, что мы хотели большой командой 24 мая идти из Венеции. Но так сложились обстоятельства, что 24 мая отменили этот круиз. И я, заведомо зная, что, может быть, какие-то круизы отменят или нет, я заказала еще один, так сказать, контрольный круиз на 11 мая. Казалось бы, чисто гипотетически, 11 мая должны отменить, а 24 мая – отменить. Но какие-то другие у всех планы, какие-то другие, я думаю, что, наверное, решают задачи. Корабль, на котором я иду, лайнер, на котором я иду 11 мая – это Си-Сайд. А на котором мы должны были идти 24 мая – это поэзия. И, видимо, поэзия не соответствует стандартам, каким-то санитарным протоколам. И, заботясь о нашем здоровье, компания отменила, так сказать, более-менее пожилые кораблики. Может, я кого-то обижу. Но документы, сначала мы зарегистрировали, и буквально до последнего момента мы не знали, будет этот круиз или нет. Например, 24 мая отменили круиз. Вот буквально просто накануне компания отменила, вернула нам все деньги. Вы все эти деньги получили. На 11 мая буквально 9-го числа должна была улетать, и нам где-то только 7-го числа сказали, что круиз состоится, и только тогда зарегистрировали эти документы. Можно зарегистрироваться. Значит, настоящий, не хочу никого пугать, но для того, чтобы, допустим, ты решил для себя, что ты хочешь туда пойти, и тогда никакие преграды тебе нет. Но надо быть готовым к тому, что вот так на раз, на три не будет ничего, как было в прошлые разы. Мир поменялся, условия все поменялись, и нужно смотреть состыковку, то есть самолеты, нужно смотреть отели, потому что вот самолетов, допустим, вот для нашего возраста, нам нужно сделать так, чтобы самолет прилетел, мы приехали на корабль, и на него погрузились. Но таких самолетов как-то и нет. Есть много-много пересадок. Для молодежи это не имеет никакого значения и не имеет никакой трудности. Нам нужно, чтобы было уже более-менее комфортно. В чем еще наше преимущество и вообще прелесть нашего клуба, что он дает нашим мозгам работать. То есть не просто так сидим вот, да, и курим бамбук, а вот он отключает все твои мозги, то есть Альцгеймер бежит прочь, потому что нужно сообразить, куда ты прилетишь, куда-то как ты доедешь, где ты поселишься, где этот вокзал, есть ли он вообще этот морской вокзал, откуда идут корабли. И это дает пищу мозгу, и ты уже думаешь как-то, то есть включаешься, как вот было 30-40 лет тому назад, включаешь свою ответственность, потому что если у тебя не будет никаких документов, то ты никуда не попадешь. Итак, в начале. Сначала ты должен, конечно, забронировать круиз. Круиз мы забронировали. Ждем ответа от круиз-компании, они тебе должны прислать документы. То есть зарегистрироваться уже на лайне. После того, как зарегистрировались, надо смотреть, с какого порта идет вот этот корабль. Ну, ты уже знаешь об этом. Нужно смотреть, как туда добираться. Самолетом ли, машиной ли, автобусом ли, я не знаю, вплавь, пешком, как угодно. Да, тут эти билеты все готовишь. Потому что после этого, сейчас, в данный момент, вот в период пандемии, может это измениться. Ты должен за 48 часов сделать ПЦР-тест. Это по Европе только. Для того, чтобы сделать ПЦР-тест, ты должен войти онлайн, зарегистрироваться, чтобы получить анкету, заплатить кредитные карты, прийти в то место, где делать ПЦР-тест, сделать ПЦР-тест, и в течение суток тебе на e-mail, который ты указываешь в этой анкете, приходит ответ. Этот ответ нужно распечатать, двух экземпляров. Плюс нужно распечатать, сделать чекин-билеты, распечатать. Плюс, в какую страну ты едешь, вот мы ехали в Италию, там есть специальный такой сайт, нужно туда и зарегистрироваться, что ты приезжаешь в Италию, где ты будешь находиться, откуда ты, куда двигаешься, если ты будешь какое-то время там на месте. Это распечатать, везде у тебя QR-коды. То есть, мы брали такой лайт-билет на самолет, 8 килограмм с собой багажа. Из 8 килограмм багажа, 2 килограмма было бумаг. То есть, вот такой лайт-документов. Ну, и тем не менее, все мы это приготовили. Я мужу говорю, так хотелось в отпуск, в воскресенье, в 4 утра мы должны были проснуться, в 5 утра уже быть в аэропорте, в 7 утра у нас был самолет. Ну, вот я посылала видео, что в 6 утра вообще люди нормально спят, а может, ненормально спят. Но, во-первых, пустоту и такую тишину я не видела никогда. Прилетели, мы прилетели в Италию, опускаем все охи в охи, потому что Италия шикарная, конечно, все шикарно. Мы прилетели в Катанию, хоть бы в одном месте у нас просили эти документы. Я таскаюсь с этими вот бумажками, посмотрите, мне говорят, иди уже. Прилетело, иди уже. Катание, выход напрямую, вышли мы, один какой-то мужичонка, заблудившись, увидел. Мужик говорит, может, вы покажете документы, что вы приехали в Италию? Он говорит, да, покажу. Но, когда он увидел QR-код, он сказал, ой, иди уже совсем никак. Мы приехали в Катанию, нам надо было дальше ехать в Сиракузы, потому что лайнер идет из Сиракуза завтра. Когда сидишь в Германии, ты думаешь, я сделаю трансфер, стоит 70 евро на такси, то есть добраться до Сиракуза, или же это будет поезд, это будет 11 евро. Мы вышли, там стоят автобусики. За 6.80 на каждого мы сели в этот автобус. В автобусе из 40 мест было, они-то, 6. Катанерчик, тихо, чисто, благополучно. Через 40 минут мы добрались, малой кровью добрались до Сиракуза. Добрались до Сиракуза, открыли наш катастрофер и пошли по направлению гостиницы. А в автобусе был такой казус, то есть мы смотрим, люди показывают какие-то листочки с QR-кодом. И муж говорит, вот смотри, вот оказывается, где проверяют при посадке в автобус, проверяют сертификат. Я захожу в автобус, показываем этот сертификат, он его сканирует. И так сканирует, и так сканирует, смотрит, смотрит, иди уже. Заходит муж и показывает билетики, на которых тоже QR-код. А он сканирует эти QR-коды, поворачивает на меня, и примерно так. Милая леди, что же вы такое мне тут показали, что это вот, что было в итальянском языке. И мы так ржали, говорим, бедный, он делает QR-код, а там фотографии высвечиваются, место, кораблик. Он не может понять, нахрена ему, вот водителю автобуса, вот эти... И вот с таким ржачком, да, мы приехали, устроились. Вчера обошли весь город. Не можем найти, откуда отходят лайнеры. То есть, оказывается, на Сиракузе наш лайнер будет второй всего за время пандемии. И никто не знает, какой корабль, куда приходит, где вокзал. Мы нашли этот вокзал. Все вот так вот закрыто, все заколочено. Все, я поднимаюсь в спонсоров, Алену, я говорю, Алена, мы вообще туда приехали. Может, не идет корабль ниоткуда, нигде. А она узнала все, стало мы еще под войной на эмиссии. А там, оказывается, вот в час дня мы должны прийти, ворота откроются. Нас запустят, ворота закроются, и корабль уйдет. Вот пока, сейчас пойдем дальше изучать. Но 48 часов у нас уже прошло с ПЦР-тестом. Хотя в итальянских документах написано, что те, кто приехал в Италию, этот тест действует 96 часов. Но на всякий случай Алена сказала сделать еще шнель-тест, который... Сейчас пойдем искать аптеку, пойдем искать парикмахера, пойдем делать красоту. И тогда мы можем еще выйти в эфир, когда ты меня пригласишь. Халид, еще, знаешь, вопрос. Знаешь, сколько гостиница? Сколько ценов? Ты знаешь, я сегодня буквально утром только говорила, благодаря моей дочери, она, конечно, большая умница. Мы такие динозавры уж, абсолютно динозавры. То есть мы привыкли, в гостиницу приезжаешь, тебя встречают, там метродоты там тащат. Но за это нужно заплатить, ну, от 150 до 200 евро за сутки. Дочь у меня нашла такое P&B, да, Бреттон Бреттон, в центре города. Вот если ты видишь, что у нас здесь прям центрально, я потом сделаю панораму, стоит на два дня, на двух человек, 92 евро. 92 евро на два дня, номер очень чистенький, с хорошей кроватью, с хорошей постельной. Все чисто, все благоразумно, да, и в самом центре города. Ну, тут уже действительно европейские все, все европейские, и надо чаще путешествовать. Нас пандемия вышибла напрочь. Благодаря нашему клубу, опять хочу сказать, мозги наши заставляют работать. Мы по гостиннице, ну, стоит гостиница закрытая, заколоченная со всех сторон. Я в истерике звоню дочери, нас кинули, как обычно, да, нас кинули, нас не туда пустили. Она говорит, алло, вы как-то там, там, соображайте. Звонишь менеджеру, менеджер тебе дает такую инструкцию. Нажимаешь кнопочки, дверь открывается. Идешь на такой этаж, нажимаешь цифрой, дверь открывается. Заходишь, комната тебя ждет. Ты понимаешь, вот и смех, и грех. Если в 40, в 45, это действительно, там, выпил вина, да, разлак, а когда тебе уже 10, тебя уже такой колбас, да. Ну, вообще, конечно, это очень продуманно. И, а с другой стороны, раз туристов нет, раз зарплату платить нечем, естественно, это такой вот очень экономно-бюджетный вариант. За 92 евро два дня, на два человека, ну, это как-то из области вообще фантастики. Слушай, а билет сколько на самолет стоил? На самолет билет стоил 207 евро. На человека? 207 евро, на человека туда-обратно. Это без багажа. Это без багажа. Мы летели люфганзой. Есть, конечно, подешевле билеты. Билеты есть от 130 до 150, но, допустим, с какой-то пересадкой. И там итальянские линии летают, и Ранэйр летает. То есть можно их за 50 найти, и за 60 найти. Насколько ты готов пересаживать из самолета в самолет. Возвращайся. Ну да, да. Мы говорим, на него отправили, вот отсюда забрали. Несмотря на то, что... Продолжение следует...